В Лабытнанках началась подготовка к празднованию 71-й годовщины Великой Победы. Накануне члены рабочей группы Организационного комитета Победа под председательством заместителя главы администрации Светланы Драчук обсудили план предстоящих работ. Все подробности у Дарьи Самородовой. До главного праздника страны Дня Победы остается чуть более месяца. Поэтому нужно продумать все до мелочей и действовать оперативно. Сегодня масштабное заседание Оргкомитета Победа собрало все структуры города. Часть грандиозных планов по проведению праздничных мероприятий уже известна. У нас, к большому сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны осталось очень мало в нашем городе. И мы должны сделать все возможное, чтобы низко поклониться им в пояс. И самое главное, воспитать у подрастающего поколения чувство патриотизма. К слову молодежи города, они будут задействованы во многих мероприятиях. Традиционно в апреле стартует акция «Георгиевская ленточка». В этом году в город поступило 1200 оранжево-черных символов. Волонтеры добровольческих отрядов будут их раздавать жителям на улицах города. Мы помним, это еще одна патриотическая акция, которая будет проведена в ночь с 8 на 9 мая. Отдел по делам молодежи администрации города приглашает горожан принять участие в этом мероприятии. 8 мая горожане соберутся на площади Победы и зажгут множество свечей в память о тех, чьи жизни были прерваны войной. Очень важно не забывать все то, что сделано было нашими предками. То, что была одержана действительно победа в величайшей войне, трагичной войне. И мы должны помнить о ней и привлекать нашу молодежь. В детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, библиотеках будут проходить беседы, квесты, уроки мужества, творческие выставки. Одними из самых поучительных и значимых мероприятий для школьников станут встречи со свидетелями и участниками событий военных лет, ветеранами Великой Отечественной войны. В свою очередь волонтеры наведут порядки в их квартирах и на придомовых территориях. К празднику коммунальные структуры города проведут уборку главных площадей, побелят и покрасят монумент славы. А также создадут атмосферу торжества, украсив город праздничной атрибутикой. Принять участие в акциях и торжественных мероприятиях готовы и лабытнанские предприниматели. Этот праздник особо важен для нас, так как мы такси Победа, ветеранам Великой Отечественной войны, лицам приравненных к ним, вдовы участников Великой Отечественной войны. Для них мы делаем карты на бесплатный проезд без срока. Участникам Великой Отечественной войны мы хотим также подарить сертификаты подарочные. 9 мая в 10 часов утра на площади Владимира Нака состоится митинг. Главное из торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы. Здесь же на площади будет развернута полевая кухня. Солдатская каша для всех желающих. Кроме того, в этот день пройдет шествие «Бессмертный полк». С фотографиями своих родственников, участвующих в Великой Отечественной войне, лабытнанцы пройдут по главной улице города. День Победы – это общий праздник всех россиян. Это главное и важное событие для всех поколений. Радует, что на призыв о помощи ветеранам отклик находится у каждого лабытнанца. Дарья Самородова, Кирилл Сементьеев, Дмитрий Сверид. Программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова